24 глава книги Иова, читаю свой перевод с небольшими комментариями, вот это самая социальная глава в книге, в ней очень много о Боге и о человеке, а 24 об обществе человеческом и она так неожиданно примыкает к 23, это продолжение речи Иова, его ответ на обвинение Лефаза, я напомню, Лефаз его друг в самом начале третьего цикла речи говорит, что Иов сам негодяй и угнетатель, поэтому он и страдает так тяжело, и надо бы ему примириться с Богом, 23 глава ответа Иова, он говорит, да я бы с ним примирился, я мечтаю об этом, я не знаю где его найти, если бы я нашел его, зашел бы к нему в гости, он буквально так говорит, он бы конечно меня выслушал и мне ответил, он бы не стал меня со всей своей мощи давить и угнетать, и это удивительные такие слова вот человека, который ну как маленький ребенок потерялся, маму ищет, вот Иов Бога ищет, хотя он давно уже не маленький, а 24 глава это описание несправедливости этого мира, самая социально острая глава во всей книге, и к сожалению постоянно актуальная, почему не назначены у всесильного сроки, даже те, кому ведом Бог и они его дней не видят, довольно странная такая вот фраза, но можно понять его так, для всего есть свои сроки, в том числе для окончания страданий, для наказания нечестивцев, для награждения праведников, вот всему свое время мы часто говорим, вот почему же Бог не назначил это время, чтобы мы его знали, когда наконец все будет приведено в соответствие с его замыслом, даже те, кому ведом Бог, и они его дней не видят, сдвигают людьми живые камни и по суду краденные стада, живые камни то, что отделяет поле одного человека от другого, ну то есть захватывают территорию, аннексия, и по суду краденные стада, у ослика, у сирот уводят, у вдовы берут в залог быка, ну то есть сирота и вдова такие самые незащищенные люди, поэтому даже не то, что силком отнимают быка, но берут в залог, ей там дали, я не знаю, там хлеба немножко, а увели быка, который гораздо больше стоит, понятно почему, есть такие, и сегодня, знаете, кредиторы, которые выдают под залог недвижимости кредиты, а потом отбирают недвижимость, они получают гораздо больше, чем они дали, вот и в древности так было, отрывают от груди сироту, у бедняка за долги берут дитя, вообще это девятый стих, но его, наверное, сюда надо переставить, потому что просто логично развивается мысль, соответственно, даже ребенка берут в рабство за долги, нищих прогоняют с дороги, и разом прячутся все бедняки, да, едет богач, шикарный кортеж, и тогда это так было, и всех прогоняют, никому нельзя передвигаться, а что же эти самые нищие люди, которые вечная добыча этих богачей и наглых, словно дикие ослы в степи, бедняки на промысел выходят, рыщут в поисках пищи и пустыни, детей их кормят, ну, где-то что-то там как-то нашли, кусочек, крошечку, жнут они траву полевую, виноградники и нечестивцы подбирают остатки, ну, после сбора урожая что-то там осталось, обронили или там на дальних побегах лозы оставили, не дотянулись, ну, вот ходят, подбирают крошки, голыми спят, нет у них одежды, в холода им нечем укрыться, мокнут они под ливнями в горах, нет укрытий, жмутся они к скалам, ходят голыми, нет у них одежды, носят снопы, а сами голодают, скорее всего работают на богатых, да, на уборке урожая, а покушать им не дают того, что они убирают, но если снопы, а сами голодают, меж камнями они выживают масло и жаждут, топча виноград до вильнях. Тут очень трудный стих, в оригинале он совсем непонятен, может быть, они еще что-то делают, но вот тот перевод, который выбрал я, что выжимают масло из маслин, вот обычно бывают прессы для маслин, но когда совсем вот ты бедный, у тебя ничего нет, вот нарвал себе там маслин, горсточку, два камня взял, из них выжимаешь масло, там чего-то стечет куда-то, вот там на хлебушек, ребеночку своему дать, да, вот прямо примитивнейшая технология, сегодня, сказали, бутылки собирают пустые, чтобы сдать их там за копейки, вот какая-то такая очень бедная, несчастная жизнь, и жаждут топча виноград до вильнях, так же, как носят снопы и голодают, вот их заставляют топтать виноград, выжимать виноградный сок, а пить им не дают, вот они среди этого будущего, молодого вина испытывают жажду, потому что их эксплуатируют, не давая им самим ничего, даже, может быть, воды, в городе сто умирающих, и раненые о помощи взывают, но Бог их молитв не замечает, причем интересно, что в городе, там в пустыне эти бродят, а город это такое средоточие несправедливости, зла, нищеты, и никто не замечает, и Бог не замечает этих молитв, вот что Иова-то беспокоит, что не только он страдает, но мир так страшно устроен, это от Бога все, от кого же еще, а эти угнетатели восстают против света, не ведают его пути, не бывают на его стезях, убийца затемно встает, режет нищего и бедняка, и ночью совершает кражу, прелюбодея поджидает сумерек, никто, мол, меня не заметит, и идет, скрывая лицо, в стене дома ночью сделали пролом, а днем затаились, если на свет не выходят, утро для них, что мрак кромешный, зато привычные ему ужасы мрака, ну, понятно, тьма покрывает самым разным родом преступления, воровство, прелюбодеяние, убийство тем более, пролом в стене дома, но обычный способ, дома часто делали из глинобитных кирпичей, в общем, нетрудно, взяв какое-нибудь железное орудие, вот разрушить эту стену, сделать там дырку, проковырять, залезть, конечно, особенно ночью это хорошо делать, и вот все это они делают, они живут во мраке, и Бог тоже этого не прекращает, дальше вдруг Иов начинает говорить, как будто, как будто говорят его друзья, вот это странная вещь, на воде им не удержаться, на земле их надел проклят, и пустак их виноградникам дорога, в засуху и в жару исчезают талые воды, так и грешники в шиоле, забудет о них материнская утроба, червь полакомится ими, больше о них не вспомнит, как дерево срублено зло, они знаются с бесплодной, что детей не рожают, и не по-доброму обходятся со вдовой, но, видимо, имеется в виду, что вот они специально избегают рождения детей, такая у них тактика, чтобы все им досталось, и, опять-таки, угнетают всех, кому никто другой не поможет. Странно, такое ощущение, что в середину речи Иова попал какой-то кусочек из речи его друзей. Я думаю, мне так кажется, что вообще это кусок из другого места, потому что, смотрите, у нас три цикла речей, в каждом цикле речей Иов отвечает каждому из друзей, и каждый из друзей его говорит по одному разу, а вот в третьем цикле у нас нету третьего, Цуфара из Наамы. Может быть, это речь Цуфара из Наамы, которую просто переставили потом. Ну, какая-то путаница в рукописи получилась. Ну, я ничего не утверждаю, просто Иов вдруг начинает говорить противоположное тому, что только что сказал. Эти люди злодеи, злодеи, но Бог им не препятствует. А тут он говорит, да нет, конечно же, прокляты они, и все у них будет плохо. А он своей мощью влечет в могучих. Встают они, но будут ли живы, не знают. Здесь могут быть два противоположных смысла. Либо он влечет их в преисподнюю, и все, они погибают. Будут ли они живы на завтра, не знают. А может быть, когда они теряют уверенность в собственной жизни, в том, что завтра будут живы, он влечет их, он вытаскивает их. Вот это очень похоже на обычную аргументацию Иова. И дальше он продолжает. Дает он им безопасность и опору, не сводит глаз их с путей. Получается, вот здесь речь Иова обычная, да. Потом вдруг кто-то еще, вот этот самый Цифар, может быть, едва лишь возвысится и сгинут, рухнут, разом падут, как колосси срезаны будут. Немножко шизофренический текст. Я думаю, все-таки здесь перемешалась речь Иова с речью третьего друга Цифара и Знамы. Ну, может быть, они прям репликами перебрасывались, а потом переписчик это не понял. Вот он говорит, дает он им безопасность и опору, не сводит глаз с их путей. Иов отвечает, ему Цифар бросает, едва лишь возвысится и сгинут, разом-разом падут, как колосси срезаны будут. А Иов отвечает, что не так, кто во лжи меня улечит, кто мои слова опровергнет. Вот. Ну, путанный здесь немножко текст. Я вообще должен сказать, как человек, который переводил и много работал с переводами Библии, перевод — это всегда сглаживание. Очень многие проблемы, которые есть в оригинале, мы просто не видим ни в одном переводе, и переводчик иногда комментарий какой-то пишет. Но вот в книге Иова особенно много таких мест, где и рад бы перевести, да не знаешь как. Конечно, поскольку не я первый или там никто из современников наших не первый переводит, то есть много переводов, где некий опыт накоплен. Но зачастую вот эта логика текста, она немножко от нас ускользает. В конце концов, даже запятых не было и точек в древности, да, а уж тем более переход прямой речи не всегда маркировался. И может быть, да, здесь напряженный диалог, вот такая краткая уже перебранка и Уф-реплику, и друзья ему реплику, и Уф-реплику, и они ему еще одну, да. И вот это подтверждает 25 глава, потому что 25 очень краткий ответ Белдада и Шуха, но это уже следующая глава.